Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Открытый разговор». В нашей студии сегодня депутат Народного Собрания Анатолий Топал. Здравствуйте, Анатолий! Добрый день, уважаемые чудерлунцы! Анатолий Топал был выдван при поддержке Либерально-демократической партии от 5-го округа города Чудерлунга. Сегодня он нам расскажет, каким образом ему удалось все-таки победить на выборах в Народное Собрание, за что ему оказали доверие и как он намерен представлять интересы наших горожан. Итак, первый вопрос. Принимая решение идти к кандидатам в Народное Собрание, тем более при поддержке Либерал-демократической партии, во главе которой стоит премьер-министр, я понимал, что для города Чудерлунга эта партия новая, но мне удалось моих избирателей убедить в том, что все-таки поддержка премьер-министра остро нужна, и только при помощи и при поддержке руководящих органов Республики Молдова и Гагаузии можно будет добиться результата как в своем округе, и в целом Гагаузии. Что Вы обещали своим избирателям, когда Вы выдвигались депутатами? Знаете, вопросы на каждой встрече ко мне обращаю. Что Вы нам пообещаете? Я обещал, что я буду работать со своими избирателями, буду проводить с ними встречи, консультации, и только вместе, тогда мы сможем что-то решить. Ничего конкретного. Конкретно. Я думаю, что конкретно надо, не обещать, а конкретно делами выполнять свою программу. Хорошо. Вот Вы попали в народное собрание Гагаузии, начали формироваться группы, и тем не менее Вы, когда выдвигались в последние дни, говорили о том, что Вы все-таки предпочитаете сам добить свою победу. То есть, насколько я помню, Вы даже отказались от той формулировки, что Вы идете под логотипом ЛДП. Скажите, тем не менее Вы оказались в этой же фракции ЛДП. Почему так случилось? Понимаете, сегодня ситуация в народном собрании складывается сложно, к сожалению. Я говорю, к сожалению, это мое мнение, что сложилось большинство, которые пытаются диктовать меньшинству и проводить ту политику в народном собрании, которая, скажу так, может больше устраивать только демокриссу партии. Поэтому нам, депутатам, пришлось объединяться в фракции, чтобы как-то хотя бы противопоставить. Потому что по одиночке мы просто не смогли бы им противопоставить. А так мы образовали свою фракцию, в которую вошли не только члены ЛДП. В нашей фракции пятеро, пока пятеро членов, но только один из них является членом партии. Плюс коммунисты свою фракцию организовали. Поэтому нам легче работать с фракциями, которые все-таки где-то мы находим общий язык, что вместе можно было себя как-то противопоставить. Не себя, сколько интересы Гагаузии противопоставить той политике, которая ведет руководящие большинство в народном собрании. Означает ли, Анатолий, это то, что будучи в этой фракции, вы все-таки оставляете за собой право голосовать иногда не в унисон с этой фракцией? Скажу так, что на сегодняшний день, да, мы по каждому вопросу консультируемся внутри своей фракции. Но, конечно, то решение, которое мы принимаем, в любом случае оно не идет в разрез или против интереса Гагаузии. То есть возможно такое, что фракция будет голосовать, допустим, положительно, а вы можете при этом воздержаться или быть против? И такой вариант возможен. При этом, чем будет мотивирована ваша позиция? Ну, я все-таки думаю, что фракция не будет принимать решение или голосовать так, чтобы это противоречило интересам Гагаузии и в целом Республике Молдова, и тем более интересам наших избирателей. Возвращаясь к формированию депутатского корпуса, скажите, вот ЛДПМ образовали свою фракцию, коммунисты тоже образовали свою фракцию. А ЛДПМ, которых, как мы говорим все, что их большинство, ДПМ, которых мы говорим, что их большинство, вот пока фракции такой у нас нет. А как вы думаете, почему? Ну, я думаю, что несмотря на заявления их негромкие, что их там большинство, там полгагаузии чуть ли не вступило в Демпартию, я так понимаю, что есть у них там внутренние противоречия. Но они вообще-то заявили, что они в феврале месяце будут образовать фракцию. Почему так поздно? Ну, наверное, им не видне, но скорее всего, что есть у них какие-то внутренние противоречия. И, наверное, все-таки не все из них, все из депутатов хотят вступать в Демократическую партию. Возвращаясь к тому, что мы говорили о том, что Демократическая партия, она в принципе не выиграла выборы в Гагаузии. И, насколько мне известно, у них некому представлять интересы Демпартии в Народном собрании. Но вот получилось так, что в последний момент многие заявили, что они как бы будут представлять интересы Демпартии. Как так получилось и что их подвигло на это? Ну, вопрос, конечно, интересный и такой, можно сказать, немножко провокационный. Но, да, по спискам с Демпартии никто не прошел Народное собрание. Но потом началась работа, в том числе актива Демпартии с Кишинева. Я не хочу говорить, что кому-то платили деньги, кто-то их брал. Но все вы были свидетелем, очень много в СМИ говорилось про то, что там 20 тысяч долларов, 30 тысяч евро, там суммы. Но то, что имеем, результат они получили. Хотя, говорить о том, что это положительный результат и он имеет перспективу. Мое мнение, что вот эти все союзы, которые строятся только на, если, конечно, только деньги, то эти союзы недолгосрочные. И они, конечно, просто рано или поздно разрушатся. И желаемого результата, тем более избиратели, которые избрали данных депутатов, я глубоко сомневаюсь, что получат большие дивиденды, лично избиратели, от своих депутатов. Вот скажите, как вы думаете, вот лично ваша точка зрения, может быть, даже не как депутата, а как жителя Гагаузии. Вот мы наблюдаем за этими движениями в Народном собрании. И до сих пор мы знали, что есть движение «Новая Гагаузия». Сегодня мы слышим, что движение «Новая Гагаузия», в том числе и все рядовые жители, стали все демократами. То есть как бы автоматически все влились в Демпартию или стали сторонниками Демпартии. Ваша точка зрения, вот эти заявления, громкие заявления со стороны лидера движения «Новая Гагаузия», вот они имеют под собой какую-то почву или они чреваты в дальнейшем чем-то, может, чем-то аукнется нам? Ну, лидер «Новая Гагаузия», вы знаете, господин Догл, он эти заявления делал. Он, наверное, для себя где-то понимал или был уверен, что делает такие высказывания. Плюс то, что столько-то тысяч членов уже вступило в Демпартию. Ну, это его высказывание может быть немножко публичное, но мое мнение, что все-таки сегодня население Гагаузии не так политизировано, все-таки у людей больше есть других нужд, нежели вступление в демократическую партию. Я тоже баллотировался при поддержке ЛДПМ, но никто не ставил остро первый вопрос, что должен вступить в ЛДПМ и только на этих условиях ты будешь нашим депутатом. К сожалению, у них, я вижу, что есть очень много вопросов, и то, что сегодня в Народном Собрании их не называются ни «Новая Гагаузия», ни ДПМ, даже не образовали фракцию свою, значит, действительно, там есть большие противоречия, и все это, не знаю, мое мнение, что это, скорее всего, больше пиар. Хорошо, остановимся на этой ноте и перейдем к вопросам бюджета Гагаузии. Завершая вот эту политическую ситуацию, все-таки, когда начали рассматривать бюджет на 2013 год, сначала вопрос был очень политизирован. Вроде как депутаты Народного Собрания не собирались принимать бюджет на 2013 год. Вы не знаете, чем это было обусловлено? Вы, наверное, знаете, что бюджет разрабатывает и представляет Народному Собранию Исполнительный Комитет. В первом варианте, в первом чтении мы когда принимали бюджет, в первом чтении общие цифры мы приняли, фактически там голосование было единогласное, потому что это общие цифры, которые, согласно нормативам и поступлений, складываются. Около 374 миллиона. Единственное, что мы обратили внимание, что есть дефицит 2,8 миллиона леев. Мы потребовали, чтобы исполком просто нам представил, конкретно из каких источников данный дефицит будет покрыт. Потом, после этого, когда пошла подготовка к второму чтению, бюджет рассматривался сначала в комиссиях. Все наши комиссии Народного Собрания, конечно, бурно обсуждали этот проект, уже бюджет, то, что в втором чтении. И Народное Собрание, но говорить, что это Народное Собрание, все-таки это было, поправки были большинства, будем говорить, сторонников Демократских партий, и внесли поправки в бюджет. И там были цифры, которые, мягко говоря, не понравились остальной части депутатского корпуса, и не понравились в том числе разработчикам данного проекта. Потому что там, если я ошибаюсь, около 6 миллионов лей фактически забиралось со всех премарий Гагаузии и отдавалось премарии Муниципе Камрад. Забиралось кем? То есть большинство депутатов делало предложение по изменению бюджета, что снимать оттуда, 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 и в итоге, что это муницип, это столица. Но нам удалось все-таки найти середину, где позиции исполком и остальная часть Народного Собрания стояла. В итоге был принят бюджет, который, мое мнение, что он, я не говорю про общую цифру, я говорю в целом распределение бюджета по премариям Гагаузии и по сферам. В целом он удовлетворил основную часть депутатского корпуса, и в том числе исполнительный комитет. Я уточню свой вопрос. Я спросила вас немножко не о том, кто куда перетягивал финансы. Я вас спросила, почему исполком Гагаузии торопил с принятием бюджета, указывая на то, что бюджетники должны получить зарплату и так далее, а зарплата должна быть выдана уже в январе, это должен быть бюджет на 2013 год. Но депутаты как-то вот затягивали этот вопрос. Как потом получилось так, что они все-таки согласились? Они действительно осознали, что действительно бюджет должен быть принят? Или там кто-то сдал свои позиции? Ну я считаю, что затягивания никого не было и говорит какие-то сдачи позиций. И работа шла, она шла, я не знаю, как при других созовах, мне не удалось, но у нас комиссии, все комиссии очень бурно обсуждали данный бюджет. И поэтому то, что мы приняли бюджет до Нового года и практически приняли, пришли к тем цифрам и голосовало практически большинство, там за исключением два человека или три были против из депутатского. Поэтому все-таки мы для себя, плюс исполком мы решили, что мы должны принять бюджет без этих... И все вы помните, что было при принятии бюджета прошлогоднего, и стычки, и там и лозунги, и все это. Просто некрасиво это позорит. Я считаю, что Гагаузию, а мы нашли точки соприкосновения с полкомом, с башканом и приняли бюджет, который устроил и ту, и эту сторону. И больше не будем мы там суды подавать. То есть, чтобы Гагаузия начала 2013 год, с учетом, что у нас школы переходят на самостоятельное финансирование, поэтому было бы очень много проблем, если бы мы бюджет не приняли до Нового года. Согласно закону о бюджете, бюджет в этом году будет дефицитным. 2,8 миллиона будет дефицита, то есть не доставать бюджету. Это говорит о том, что расходы будут превалировать над доходами. За счет чего мы будем покрывать расходы, вернее, народное собрание будет покрывать расходы? Ну, я, насколько знаю, каждый, хоть и он, если я ошибаюсь, у нас первый год бюджет Гагаузии принимает дефицитом, но на конец года, в целом, если взять пределы 4-5 миллионов, леев Гагаузия перевыполняет бюджет свой. Поэтому я не считаю, что это страшно, там очень большое, что-то очень в 2,8 миллиона. Все-таки то, что заложили за счет продажи объекта на территории Гагаузии, плюс приватизация, я думаю, что цифра эта будет больше, нежели. Поэтому мы справимся с данным дефицитом, и главное, чтобы была тесная, сплоченная работа Народного собрания и исполкома. Да, но мне кажется, вот вы сейчас, когда говорите о том, что налоги собираем больше, в конце года остаются свободные остатки, то есть вы имеете в виду, что дефицит будет покрыт за счет свободных остатков. А ведь, когда депутаты обсуждали, они сказали, что они намерены покрыть этот дефицит за счет средств, полученных от приватизации публичной собственности. Вот меня интересует, что будет приватизировано, что будет продано, какая публичная собственность, вот какая конкретно. Я не готов сейчас вам ответить конкретно, что планируют власти Гагаузии выставить на приватизацию, но, по крайней мере, мы вопрос поставили так, чтобы все это было транспарентно, открыто, чтобы, во-первых, депутаты, и в том числе население Гагаузии знало, где что выставляется на приватизацию, а то, что собираемость налога будет немного больше, нежели то, что... Это будет как страховка того, что мы в конце года не будем иметь проблемы с тем, что у нас образовался какой-то дефицит. Я думаю, что 2,8 миллиона на Гагаузию, это, в принципе, не страшно, не трагедия, что это дефицит. Тем более, все депутаты, мы пришли к единому мнению, этот вопрос долго обсуждался, и, если не ошибаюсь, при голосовании по бюджету у нас даже не было, ни один депутат даже не проголосовал против. То есть, в этом вопросе мы поддержали исполнительный комитет на все 100%. В ходе утверждения бюджета на 2013 год было перераспределение, если не ошибаюсь, резервных фондов исполкома Гагаузии и Народного собрания. Вы утвердили эти резервные фонды. Я, насколько знаю, что, в принципе, вы их уравнивали, пытались уравнивать резервный фонд исполкома и резервный фонд Народного собрания. Вот в связи с чем это было сделано? С целью того, чтобы каким-то образом уравновесить эти два органа власти или же сузить полномочия, как кредитора исполкома, как кредитора распределения финансов. Вот все-таки в былые годы распределяли большую часть этого резервного фонда исполкома. Я сначала скажу, еще два слова скажу по поводу дефицита. В этом году первый раз заложены в бюджете средства 2 миллиона, если я не ошибаюсь, 100 тысяч на это фонд возмещения. Фактически он, фактически... Но его предложил Башкан ВБУ. В первом варианте это был миллион, потом депутаты предложили, чтобы дополнить, и в итоге его до 2 с копейкой миллиона. Поэтому это фонд возмещения, соответственно, он дает право примариям всем, независимо от численности, участвовать в грантах, проектах, писать проекты. И когда будет вопрос стоять о контрибуции, которая все время ложится на плечи или родителей, это касается учебных заведений, или населения, где-то часть можно будет покрывать за счет этого фонда возмещения. То есть вы хотите сказать, что родители не будут собирать деньги в школу? Я хочу сказать, что это будет большое подспорье примариям. Вот что я хотел сказать. Дальше. А дальше это уже вопрос... Но вы не ответили на мой вопрос. Я сейчас даду вопрос насчет резервных. Резервный фонд... Раньше он был резервный фонд Башкана, 2 миллиона с копейками. В прошлом году этот фонд был разделен 50 на 50. В этом году фактически уже резервный фонд был 50 на 50. 50 исполком, 50 народного собрания. Поэтому это фактически не первый год, а уже... Поэтому к этому мы пришли без никаких там больших боев. То есть Башкан пошел на это без никаких вопросов. Вы знаете, что у нас 35 депутатов. Данный фонд миллион, миллион с копейками. В Ионе лично председательное народное собрание там по своему усмотрению распределяют. Этот миллион распределяется между 35 округами. Там, если я не ошибаюсь, чтобы мы были точными, 1 миллион 540 тысяч. Ну там миллион 100 тысяч, которые распределяются между депутатами. По округам, исходя из населения. А вот между депутатами, чтобы люди нас правильно поняли, между депутатами это как... Для чего? Да. Между депутатами на округ. И эти средства депутаты имеют право, имеют право и должны использовать для оказания материальной помощи тем слоям населения, которые в острове нуждаются. Это инвалиды, детство, инвалиды первой, второй группы, одинокие пенсионеры. Плюс он имеет право данные средства направлять на оказание помощи, если в округе есть детские садики, школы. Вот для этих вопросов. Но не так, что депутат захотел и прикормил данную сумму денег. Эти деньги проходят через заседание народного собрания. Оно утверждается, собирается перечень необходимых документов. То есть все это открыто и транспорятно. То есть вы как депутат, представляющий пятый округ города Чедерлунга, вы какую сумму получили для распределения на эти вопросы? Я могу сказать, что в этом году, мы пришли в сентябре фактически, на мой округ остатки были 53 тысячи лей. Ну фактически эти деньги, которые были на год. И до сентября с этих средств ничего не было использовано. На конец года мне удалось из этой суммы 11 тысяч, это распределить, 11 человек, которые я веду приемы, обратились ко мне за материальной помощью. И по тысячу лей оказать помощь, они получат, я думаю, что после праздника получат эти тысячи лей. Плюс по 5 тысяч я перечистил двум садиками в школе второй, 5 тысяч церкви, тоже в районе третьей школы. И 22 тысяч с копейками я перечистил при Марии, это средства на будущий год для проведения освещения и градирования улиц округа. То есть 22 тысячи, которые вы перечислили при Марии, при Марии должна использовать только на пятый округ? Они будут на спецсчете, при Марии должна их использовать именно так, оно указано как бы... На пятый округ? Только на... Потому что каждый депутат на свой округ при Марии, если не ошибаюсь, так же сделал. Лейчук, господин Лейчук, я точно знаю, что это сделал. У него сумма там чуть больше, моей даже, где указано, как говорят, для каких целей. То есть при Марии без на другие нужды не может эти средства использовать. А кто будет контролировать при Марии? Я лично буду контролировать эти средства. То есть эти средства подконтрольны вам как депутату? Да. Я с главным бухгалтером говорил уже при Марии, средства поступили, поэтому после праздников мы будем совместно с при Марии распределять. Ну я думаю, что все-таки освещение и градирование, это все-таки весна. Но вот эти суммы, о которых мы сегодня говорим, это все суммы регионального бюджета, да? Это все суммы регионального бюджета. Именно. Хочу вернуться вот к этому вопросу. Мы немножко задели его, но не обсудили. Коснулись того, что вроде бы как прозвучало заявление Башкана, что идет перетягивание ресурсов в сторону Камрата. Вы сказали, что вроде в бюджете все принято и все хорошо. Есть ли все так хорошо, чем озабочен на исполку? Это было промежуток между принятием бюджета, первым чтением мы приняли контрольные цифры, а вот когда работа шла к принятию второго бюджета, вот тогда я уже говорил про это, что группа депутатов, которые большинство имеет, они попытались в какой-то мере около 5 миллионов перетянуть на Камрат. Но в ходе острых дебатов все-таки им дали понять, что это неправильно, несмотря на то, что да, муниципи имеют свой статус, в том числе там полтора миллиона лей планировалось там на покрытие то, что они провели работу центральной площадью, свою благоустроили. Но все-таки хорошо, что им хватило понимания, благородумия, что эти средства все-таки распределяются на все Примарии, независимо от численности населения. И все вернулось на те цифры, которые были предложены фактически исполкомом первого варианта. Много вопросов и вокруг Дома культуры города Камрат. Скажите, на чем баланс Дом культуры города Камрат? Он был на балансе Примарии, но в пользование был в районной администрации. Ну, по этому вопросу наша фракция, честно говоря, мы голосовали, мы воздержались по этому вопросу, потому что, хотя, с точки зрения, может быть, там, сегодня все Примарии, все Дома культуры, где имеется Примария, они все на балансе и пользовании Примарии. Ну, с учетом, что Камрат это муниципи, где есть, кроме этого, есть еще и исполнительный комитет, есть очень много мероприятий. Там цифры приводил глава администрации, который проводится на региональном уровне, хотя господин Примар Радудоглз у нас заверил, что никаких ущемлений и по первой просьбе он будет предоставлять Дом культуры, как это в распоряжении региональных, там, районных властей. То есть, приоритет будет отдаваться мероприятиям, которые проводятся. Дай Бог, чтобы это было так. Но наша фракция по этому вопросу воздержалась. При распределении бюджета или расходов, я знаю, что была просьба нашего театра 200 тысяч удовлетворить им. И с этой инициативой вышел Георгий Леичев, с 6 округа депутат. И я знаю, что депутаты в своем большинстве отказали нашему театру для проектирования театра, здания театра. Вы присутствовали на этом заседании. Почему не нашли понимание депутата и почему они в своем большинстве отказали? Ну, вы знаете, что наш театр, Гагаутский национальный, он в этом году был на бюджете, на балансе, вернее, на финансировании при Марийском. То есть его статус фактически с уровня национального довели до местного, при Марийском. Ну, слава Богу, что на следующий год в бюджете у нас запланировано создание Гагаутского концерта. Я даже на заседание поднял и задал вопрос, какие коллективы войдут. Значит, планируется, что это будет Гагаутский национальный театр и Духовый оркестр тоже Чадрунский. Эти два коллектива будут в этом Гагаутсконцерте и бюджет Гагаутсконцерта на следующий год мы приняли 1,6 млн. Для сравнения, в этом году бюджет театра и нашего Духового оркестра, который был на балансе при Марии, был 700 тысяч. Фактически увеличение, ну, в два раза с копейками увеличение. То есть, дай Бог, чтобы это как оно запланировано, чтобы оно так и пошло. То есть, театр будет иметь право на будущее и статус все-таки мы вернули обратно театру, что это будет действительно национальный театр. По поводу того, что мы с господином депутатом Леча этот вопрос даже накануне обсуждали по поводу театра. Там у нас было, планировалось даже, что мы попробуем заложить средства, в том числе на освещение для города. Но, к сожалению, у нас там меньшинство. И когда вопрос он поднял по поводу 200 тысяч на проектирование, там вот, там просят 1,2 млн. Но мы так и сказали, это ведь всего лишь начало, кто-то же должен первым начать, а дальше уже будут спонсоры, будут в том числе. Я уверен, что и зарубежные спонсоры. Но не нашло понимания большинства, к сожалению. Хотя театр имеет статус национального. Но депутаты, скажу так, скамрата немножко не понимают, наверное, или да нет, что все-таки этот театр не Чадыр-Лунский, а он национальный. Я просто хочу процитировать некоторые выдержки, которые высказали депутаты, в том числе и спикер. Своё мнение сказал Дмитрий Константинов, выразил таким образом, за 200 тысяч разве мы можем спроектировать театр? Театр. Что он имел в виду? Что если запрашивается изначально 200 тысяч, то этого мало, и он имел в виду, что эти деньги не туда пойдут, или как? Разве мы можем спроектировать театр? Вы были там. Я не знаю, что он имел в виду, но в ответ на то, что 200 тысяч, я им сказал, 200 тысяч это начало, как я сказал, начало, что хочет чего-то, когда зарубежные спонсоры здесь на месте спонсоров увидят, что есть какая-то сумма, есть начало, дальше уже можно собирать эти суммы. Я уверен, что театр бы эту сумму собрал бы за 2013 год. Мы говорили с руководством театра, если было бы начало от заложенного бюджета, я говорю, 200 тысяч это пятая часть, то это было бы реально сумму эту собрать. Тем более я знаю, что у них есть договоренности с турецкой стороной и с российской стороной есть у них контакты театра, поэтому не нашло понимания, к сожалению. И просто уже, чтобы быть объективной, я приведу и другие цитаты. Допустим, по этому вопросу, когда обсуждали с Демьян Карасини, все-таки попытался выразить свое лояльное отношение к театру Чедерлунги, но он сказал, что в принципе принимать решения не будут, если появятся какие-нибудь средства. Но средства, как вы говорите, в любом случае появятся в конце года и они называются свободными остатками. А вот сможете ли вы, депутаты, держать на контроле этот вопрос и как бы появившиеся эти средства перетянуть их хотя бы для строительства этого здания? Ну, мы депутаты, я думаю, что... Потому что многие там предлагали, что пусть выигрывают грант. Вы сами понимаете, что такое выиграть этот грант и как его получить. То есть, другими словами, вроде мы говорим, что у нас автономия культурная, что у нас должен быть театр, у нас должна развиваться культура. И в то же время, вот 200 тысяч для проектирования депутаты все-таки не дали. Ну, я уверен, что к этому вопросу театра мы еще вернемся в течение 2013 года. Может, даже и не конец года. Может быть, это будет и по результатам первого полугодия деятельности, и как пойдет бюджет. Потому что, я говорю, вы правильно сказали, что культурная столица Теодрунга была. Я считаю, что она и остается. И чуть-чуть, может быть, здесь Камрадский, я говорю, немножко недопонимает, что все-таки театр не просто имеет статус какого-то там примарийского. Все-таки в национальном театре есть перспектива этого театра. Если есть театр, он должен иметь свой дом. Ну и продолжая эту тему об отказе в средствах, хочу спросить. Не нашло поддержки у депутатов и инициатива о том, что нужно финансировать неправительственные организации. Опять-таки, чем мотивировали депутаты, когда предлагалась была инициатива о том, что все-таки нужно найти средства и финансировать такие неправительственные организации, как общество глухонемых, общество слепых, общество инвалидов. Но ни одной строчкой, ни одна баня не была заложена. К сожалению, мы этот вопрос обсуждали на этой комиссии. Там было запланировано, если я ошибаюсь, 100 или 200 тысяч на финансирование. Это раньше было. Почему-то в этом году. В проекте. В проекте первоначально. Почему-то некоторые депутаты понимают, я так понял, понимают, что они, данное общество слепых и глухонемых, они про них даже не говорили, они говорили про другие какие-то общественные организации, которые под с лишних слов, они будут проводить политику, скажем так, которая им не нравится. Ну, конечно, им бы хотелось, чтобы все проводили только политику, наверное, Демпартии. Если это, ну, есть же он все-таки, она неправительственная, потому что на нее мы не должны влиять, на политику, которую она принимает решения в том области, которую проводить. Но никто даже не поднял просто только потом, когда там же есть, кроме этого, еще общество слепых, общество глухонемых, там еще много. Но еще раз скажу, что большинство решило так. И, к сожалению, иногда нам не получается. Есть вопросы, где нам получается с работы убеждать их, что все-таки это нужно. Не Республики Молдова, нужно, в первую очередь, Гагаузи, но что мы имеем, то имеем, к сожалению. Просто в практике получается так, даже те же общества ветеранов войны, общества ветеранов труда и так далее, они же тоже не правительственные организации. И когда они просят на свои праздники, на свои мероприятия какие-то средства, то я по опыту прошлых лет знаю, что говорят, да, если есть свободные остатки, мы вам дадим, но чтобы отказать, говорят, в бюджете не заложен. Ну, я знаю, что этот вопрос... То есть можно манипулировать. Приходится решать примарием на местном уровне. И я, насколько знаю, в основной части примарии все-таки эти вопросы решают, особенно то, что связано с Советом ветеранов. Я знаю, что в Чадрунге недавно при поддержке Совета ветеранов и примарии проводили акцию, это открытие меморальной доски. То есть сбросили на плечи примарии? Ну, сбросили, это немножко неправильно, но... Но не заложили? Не заложили. И почему-то все... И в первую очередь, когда я уже повторяю, что неправительственная организация, это не относится к Совету ветеранов и общества слепых, а к что-то такое другое, которое как бы под всех несут лоббируется, будут лоббировать интересы узко каких-то партийных направлений. Вот так. Так это большинство депутатов, в моем мнении, понимало. Ну вот, тоже приводят статус из прессы, когда мы наблюдали принятие бюджета, точно так же выразился Илья Узун, депутат, который сказал, да, будут средства, мы вам выделим. Но как бы в бюджете это закладывать не нужно. Не говорит ли это об отношении вообще депутатов к тем малоимущим, потому что было отказано и в социальной поддержке инвалидов, малоимущих. То есть, хорошо перетянули, там распределили резервный фонд, распределили на благоустройство, на социально значимые какие-то мероприятия, депутаты будут иметь на освещение, будут иметь на грейдирование улиц, будут иметь на другие какие-то поддержки. А вот конкретно на эти поддержки, как бы это осталось без внимания? Правильна ли такая политика? Ну, я не знаю. Насчет резервного фонда, все-таки я с вами не сказал, что резервный фонд должен быть у Народного собрания. И то, что депутат будет иметь возможность хотя бы минимально помочь в своем округе, даже тем же малоимущим, кроме этого, депутат ведь может использовать и фонд поддержки населения. Через данный фонд тоже можно немалую помощь оказывать малоимущим. Другой вопрос, насколько депутат компетентенен, насколько он будет заниматься этим вопросом. А если он огульно эти 50-60 тысяч просто пустил там на какой-то узкий участок, да, вопрос по поводу оказания материальной помощи слоям населения, которые нуждаются, поднимался на предпринятие бюджета. Но ведь мы должны понимать, что все-таки, да, может быть, нужно было какую-то часть средств запланировать на эти цели, но бюджет он все-таки не... Мы имеем рамки цифр, за рамки цифр... Да, можно было заложить, допустим, дефицит, сделать 4 миллиона, из этих 2 миллиона запланировать на оказание материальной помощи. Сегодня я все-таки, к сожалению, беря даже вот в течение двух месяцев и веду прием, в основном люди приходят, которые остро нуждаются в материальной помощи. Сегодня очень большая часть населения, к сожалению, у нас живет за чертой бедности и нуждается в данной помощи. И одним только бюджетом Гагаузии мы не сможем. Вопросы эти все решить. Вопросы мы должны выходить, чтобы все-таки больше средств закладывалось. Я знаю, вот последние изменения в бюджет, не бюджет, а положение по выплатам на холодный период там есть, в плане потепления, что большая часть может и будет иметь возможность пользоваться данными пособиями. Все-таки эту проблему больше на себя должно брать государство. То есть центральный бюджет. Национальная программа. И чтобы тогда местные органы имели варианты для того, чтобы как-то где-то иметь возможность, в том числе у себя. А если в центральном бюджете планируется на этой цели минимум, то очень сложно местным властям планировать больше этих средств у себя в бюджете. Когда они ограничены в рамках конкретных цифр. Не могу не спросить по поводу средств массовой информации. У вас запрашивали средства на финансирование. Выходили газета Вести Гагаузи и газета Панорама Вулканежского района. Одной газете дали средства, выделили или другими словами заложили в бюджет, а другой газете отказали. Чем аргументировали депутаты? Ну, аргументация была одна, что Вести Гагаузи является официальным вестником Народного собрания. В том числе к этой газете, как и тут, как приложение, будут публиковаться на трех языках, согласно нашему уложению. Все постановления и все решения, которые будут приниматься на заседаниях Народного собрания, все это будет публиковаться. Я уже даже видел, что есть номер, где на трех языках уже выходит приложение к гостям в газете Вести Гагаузи. А то, что по поводу финансирования местных газет, ну, я знаю, что с 1 марта у нас закон уже принят на уровне республики, согласно которому все местные СМИ должны перейти на самофинансирование. Поэтому, говорит, тогда мы должны были сказать про газету «Знамя Чедрунскую», тогда мы должны говорить и про Камрадские какие-то газеты. А все-таки мы остановились только на одной газете, которая реально вестник, скажем так, Народного собрания, в котором будет публиковаться информация, то есть, чтобы население имело хотя бы возможность знать, что, какие законы, какие постановления принимает Народное собрание. Тогда я хочу уточнить, скажите, средства были выделены на покрытие расходов именно этого приложения, где будут печататься все распоряжения, постановления и законы, или вообще на газету «Вести Гагаузи»? В том числе на приложение и большая часть именно на печатание приложения на трех языках. Большая часть средств. А сама газета «Вести Гагаузи» будет финансироваться? Понимаете, просто выпускать одно приложение. Ну, тут… Как «Овчал» монитору «Овчал»? Ну, сейчас «Овчал» монитору тоже разделилась. Если раньше там оно шло с рекламы, то сейчас тоже она разделилась. Ну, я думаю, что в этом году это год как бы скорее как экспериментальный, а на следующий год мы придем уже к оптимальному варианту, какого всего должна быть газета именно Народного собрания. Все-таки это орган законодательный, и я считаю, что он имеет право иметь какой-то печатный орган. Свой, где должны публиковаться… И право иметь бюллетень, а не печатный орган. Ну, бюллетень, ну, давайте назовите бюллетнем. Свой печатный. Так будет называться в законе. Когда он вступит в силу закон. Да, будет разгосударствление СМИ, и государством будут поддерживаться для других периодических изданий социальные заказы. Государство будет иметь право давать финансирование на какие-то определенные темы. Но это будет в следующем году. Мы продолжим тему регламент Народного собрания, который также депутаты приняли в этом году. Вот скажите, я знаю, что этот регламент Народного собрания претерпел очень большие изменения. В принципе, можно сказать, что было внесено 130 изменений. Подсчитали статисты, что 130 изменений внесли в этот регламент, можно было написать новый регламент. Чем были обусловлены эти изменения? И было очень много вопросов и споров. Кто-то говорил, что Народное собрание этот регламент делает чисто под себя. То есть этот СОЗов делает под себя. Потом придут другие и будут делать под себя. Не повторяем ли мы опыт республиканских органов, которые потом, так же, как и мы, они начинали с того, что меняли один документ, второй документ. И приведет это к тому, что у нас, в принципе, каждый СОЗов будет начинать свою работу с изменения регламента. Ну, фактически, я не согласен, что мы вносили изменения в старый регламент. Фактически, был принят новый регламент. Нет, ну, вы согласны, не согласны, формулировка звучит так. Ну, был принят новый. Изменения и дополнения. Фактически, тем более, он был принят в виде закона, регламент. Это регламент, фактически, это программа деятельности Народного Собрания данного СОЗова. И если новый СОЗов, который придет через 4 года, примет, решит, что где-то надо что-то менять или принимать, это право Народного Собрания. То СОЗов будет. Другой вопрос, как они этим правом воспользуются. Если они решат, что этот регламент оптимальный, можно к нему не возвращаться. Ну, тот регламент, который был старый, он был буквально там две странички. Там очень много вопросов, которые создавали, скажем так, то, что мы имели в прошлом году при принятии бюджета. Моменты, когда приходится обращаться в суды, 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 а обращение в суд, когда идут суды между Народным Собранием и Сполком, в первую очередь, это не красит саму Гагаузию и говорит то, что в ней очень много возникает, есть проблем. Я не согласен по новому регламенту на все 100% со всеми положениями статьи, потому что наша комиссия по правовым и юридическим вопросам, законности, правопорядку, она, данный регламент, фактически два раза мы, первый раз, когда мы его приняли в первом чтении и отправили на работку Башкану на подпись. Башкан вернул его со своими предложениями по изменению, с чем же он не согласен. И опять же, наша комиссия прошла по всем этим, мы фактически два дня работали только с регламентом. Да, и есть пункты, по которым наша фракция, я уже знаю мнение фракции, и мое мнение тоже было, что все-таки основной камень, самый главный претензий по этой линии был то, что члены исполкома должны утверждаться, каждый начальник управления должен пройти через профильную комиссию. Фактически, если взять в целом по тем противоречиям, которые были, и где камень претензий был, это пункт утверждения членов исполкома. И при голосовании наша фракция по этому вопросу воздержалась. Я и на комиссии, когда мы голосовали, воздержался, и потом мнение аргументировало фракции наши, что мы здесь голосовать против или за мы не должны, потому что от этого я не считаю, что оно как-то влияет на деятельность, в принципе, исполкома комитета. Сегодня мы можем утвердить кабинет министров, наш исполком, скажем так, командой, а потом, кто мешает, через месяц-два вернуться, заслушивать отдельно начальников управлений, если они не справляются, ставит вопрос об отправке персональной к отставке их. То есть, чтобы было понятно всем, Башкан предлагал утвердить пакетно, то есть всю команду целиком, списком утверждать, но депутаты Народного собрания все-таки утвердили персонально. Большинство депутатов. Да, большинство депутатов, как вы говорите, за исключением вашей фракции. И в итоге Народное собрание преодолело вето. То есть не согласилась с Башканом и Башканом? Только наша фракция согласилась. Ну, скажем так, не то, что согласилась. Мы воздержались при большинстве партии коммунистов, они поддержали большинство, и в итоге это большинство преодолело вето, которое необходимо 2-4 голоса для того, чтобы Башкан в этой ситуации должен подписать уже закон на регламенте. Но я, насколько читал из СМИ, там Башкан сказал, что он будет опротестовать это в судебных дистанциях. Но вот это то, что я считаю, что не совсем то, что нужно сегодня Гагаузии. Потому что все эти суды, пересуды между разными ветвями власти Гагаузии, они ведь в итоге являются тормозом для развития Гагаузии. Башкану набрать свою команду и работать... Наша фракция, я говорю, что не голосовала против. Мое мнение, что дать возможность сформировать эту команду, проголосовать, а потом вернуться в любое время. Тем более, я насколько знаю, там предварительный список членов исполкома. Одна треть там только будет обновлена, а фактически две трети, которые работают уже по 4-5-6 лет. Мы, Народное Собрание, в любой момент, может любого из этих, я имею в виду старых, которые останутся, пригласить, заслушать на заседание Народного Собрания и поставить вопрос, справляется ли. То есть, я не вижу здесь большой проблемы. Что из-за этого мы должны теперь судиться. Но, к сожалению, было решение большинства. Проголосовали, преодолели вето. И теперь я даже не знаю, насколько эти суды пойдут. Если действительно будут материалы перед на суд, насколько это затянется, это будет полная неразбирька, хаос. В том числе и деятельность, и в целом исполнительный комитет. Насколько я знаю, Бургуджи инициировал это предложение, да? Иван Бургуджи. Ну, на нашей комиссии, мы когда, нас 5 членов комиссии, на комиссии фактически четверо члена проголосовали за поименное голосование, только я воздержался на комиссии. По этому вопросу и на... Хотя у нас, как бы, предварительно мы думали, что фракция коммунистов поддержит нас в этом вопросе. Тем более, что исполкома осталось 2 года работать. Ну, и ведь, фактически, вот этот пункт закладывается на регламенте, он ведь через 2 года ударит по новому Башкану. А новому Башкану тоже в форму зал не будет. Будет Иванова, Петрова, Сидоровна. То есть, фактически, этот вид закладывается не сколько под нынешнего Башкана, сколько под будущего. Да, но вы же сказали, что можно в любое время изменить все. Через 2 года кто будет менять? Эти же. Ну, это будет уже... Эти же депутаты выйдут с инициативы и скажут, допустим, что не сработал механизм, можно будет внести новую поправку и продолжить работу. Что вы думаете по поводу того заявления, что Башкан Гагаузи сказал, что мы постепенно превращаемся из автономии в район? Что он имел в виду? Я думаю, что, в принципе, не безосновательно он это сказал. Ну, я не знаю, я не согласен до конца с заявлением господина Башкана по этому вопросу. Все-таки от того, насколько мы будем районом, примарией или будем автономной республикой, зависит, как мы сами здесь строим свою работу. Вот это и народное собрание, это и исполком. Поэтому говорит о том, что сегодня нас превратили в район. Я скажу, что наша фракция имела встречу с премьер-министром. Ладно, филатом после выборов. И мне что импонировало, понравилось на этой встрече. Сегодня господин премьер четко сказал, что мне сегодня в Гагаузи нужна стабильность. Чтобы не было никаких там вот этих сепаратистских там... Да, то, что касается вашего закона, пожалуйста, приводите его в соответствие, чтобы все другие законы не противоречили вашему основному закону. Сегодня нужна стабильность. Мы будем продвигать те проекты, которые есть, работать совместно с руководством Гагаузии. У вас есть башкан, которого избрало население большинства Гагаузии. У него срок есть, он должен действовать и получать поддержку центральных органов. А то, что касается вопросов революции, снимать башкана, снимать, ну, про это вообще даже ничего не было сказано. Есть еще один пункт, в который внесли изменения по поводу того, что если раньше, допустим, численность работников зависела от того, штатное расписание было, а сейчас как бы разрешили, кто хочет работать в составе Народного собрания. Вы говорите про профессиональное Народное собрание. Да, да, да. Про профессиональное Народное собрание я говорю, но вопрос так и остался. Ну, если мы хотим иметь законы, которые действительно соответствуют нашему законодательству, и чтобы у нас не было до минимума доведены вот эти обращения в суд, то вот я беру, по примеру, нашей комиссии, которая основная комиссия, это я говорю, правовые и юридические вопросы, законность, правопорядок, СМИ, информационная политика. Вот на сегодняшний день мое мнение, что данная комиссия должна работать на профессиональной основе, потому что вот совмещать, вот я беру, хорошо, что мое учреждение находится недалеко от Народного собрания, и я буквально мне бургужи каждый там день. Подойди, надо подойти на 5 минут, подходишь на 5 минут, а там час, два, три. То есть, просто так приходить на сессию и читать, и потом огульно голосовать, у нас будут сырые законы, и потом будет возможность, чтобы эти законы через суд протестовывались, и мы будем иметь наше такое несовершенное законодательство. Кто у нас сегодня работает в должности на заработную плату? Согласно принято на последнем заседании постановление у нас на сегодняшний день, только 4, не 4, ну понятно, председатель, 2 заместителя и 4 председателя комиссии. 7 человек из 35, я не думаю, что это много. Оно даже, другие созывы было даже больше. Сегодня, к сожалению, пока еще нет желающих депутатов, который пришел, написал заявление и захотел работать на профессиональной основе. Но возможность есть, и это возможность мы дали всем депутатам. А почему депутаты не хотят работать в должности там? Ну, потому что я говорил, когда, я мое мнение не меняю, что все-таки в народном собрании должны работать и должны избираться все-таки государственники, а не бизнесмены. Бизнесмен никогда не придет работать на профессиональной основе народного собрания. То есть, большинство депутатов имеет свой бизнес, и они не хотят с ним расставаться, быть, скажем так, отдаленно от бизнеса, и они не хотят работать на зарплату депутатам. А если ты хочешь работать на народ и на принятие законов, то в этом случае приходится жертвовать чем-то. Но бизнесом, конечно, к сожалению, наверное, бизнесменам сложно жертвовать. Но если ввиду занятости, что у них бизнес, они, в принципе, могли бы отказаться или не идти в народное собрание? Ну, в народном собрании есть неприкосновенность, есть другие вопросы. То есть, есть какие-то преимущества для них? Я для себя пока что преимущества никаких не увидел. Кроме того, что для меня это как общественная работа, не то, что там я жалею, да, но то, что можно хоть помочь некоторым людям, это уже хорошо. Учитывая, что у нас осталось мало времени, мне бы хотелось, чтобы вы высказали свое мнение по поводу и других вопросов, которые имели место и дискуссировались так очень бурно в народном собрании. Это вступление в таможенный союз. Если можно коротко, почему сначала инициативу поддержали, потом от нее отказались, а потом все-таки... Ну, вопрос этот поднялся на заседании. Есть процедура. Перед тем, как вопрос вынесен на заседание народного собрания, он должен пройти через комиссию. Эту процедуру не то, что я придумал или Бругуджи. Это есть процедура. Этот вопрос на комиссии не обсуждался, он был вынесен сразу поднят, вернее, на заседание народного собрания фракции коммунистов. И они как-то получили, что предложили какие-то 2-3 варианта. В итоге быстро, огульно проголосовали. А потом, когда проголосовали, я лично для себя понял, что мы голосуем за то, чтобы этот вопрос на нашу комиссию вынести. Потому что в итоге вот так она потом получила, что этот вопрос пришел на нашу комиссию. Кто-то там трактовал, что голосовали за первое чтение. Ну, точно, что первое чтение голосования не могло быть даже просто нарушений. Сегодня в этом вопросе большинство, я, ну, может быть, даже скажу, если почти 100% депутатов народного собрания за данный вопрос, никто не выступил против, по крайней мере, на самом заседании. Я не могу сказать душе как-то для себя, но сегодня референдум проводить надо, но сегодня вот позиция нашей фракции, и в том числе даже не сколько фракций, сколько комиссий, что если проводить референдум, мы должны быть готовы на этот референдум вынести еще несколько вопросов, в том числе по изменению в наш основной закон о вложении. И чтобы запланировать его где-то на осень, данный референдум, чтобы мы провели консультацию, хотя мы, наверное, все знаем, что без консультации сегодня население Гагаузи за вступление в таможенный союз. За. То есть Башкан дал положительное заключение, и все вроде думают, что осенью это... Но мы придем к тому, что будет у нас референдум. Будет референдум, да? Будет референдум. Второй вопрос. Ваши отношения к тому, что в Гагаузи народное собрание исполком периодически имеют определенные трения, и вот недавний случай, который случился, опечатали кабинеты исполкома. Ваши отношения к этому? Я не знаю, и мое мнение, что я лично даже не читал и не смотрел этот видеосюжет, потому что доходить до этого уровня, чтобы делить какие-то кабинеты между членами исполкома, извините меня, господа журналисты, но мое мнение, что эти вещи не надо вот так все пиарить и показывать так, чтобы делать из этого какие-то сенсации. Нет, речь не о том, что пиарить. Мы ведем речь не о пиаре. Кого-то. Или Бургуджи, или Иванова Петровна. Мы ведем речь о постановлении Народного Собрания или спикера. Спикера. То есть, если это было... Санкционированный им, да. Да, если это был официальный документ, чем он мотивировался? Я всего лишь спросила ваши отношения. Данный вопрос на заседание Народного Собрания выносился. Это принималось там руководителем Народного Собрания, поэтому я не хочу комментировать и там действия, и его распоряжение. Анатолий Топал, депутат Пятого округа, не хочет комментировать какие-то действия спикера? Нет, я не хочу комментировать действия, которые произошли между некоторыми депутатами Народного Собрания и членами исполкома. Потому что было сначала действие одной стороны, потом были действия другой стороны, высказывания. Я говорю, что... Речь идет конкретно о документе. Как мог возникнуть такой документ, чтобы в отсутствие членов исполкома, не договорившись, прийти и опечатать кабинеты? Я всего лишь спросила ваши отношения. Я думаю, что моих избирателей и населения Гагаузии больше волнуют другие вопросы, нежели кто там делит кабинет или кресло. И последний вопрос у меня, который меня также волнует, что в этом году Гагаузия праздновала 18-летие. И учитывая, что этот праздник проходил и в Кишневе, и в Камрате проходил, и депутатский корпус в своем большинстве не явились на этот праздник. Вот вы в том числе тоже отсутствовали на этом празднике. Вот чем это было вызвано? Ведь праздник всей Гагаузии, мне кажется, что с моральной точки зрения не поддержать этот праздник, не прийти туда, ну, в конце концов, это отношение ко всей Гагаузии. Ну, я не согласен, что это отношение ко всей, мое отношение к Гагаузии нашей. Да, может быть, надо было мне все-таки оставить в стороне работу с избирателями, пойти на данный праздник. Говорить там, почему не было депутатского корпуса, почему не было премаристского корпуса. Ну, скажем так, пускай это будет на каждого, у каждого на совести своей. То есть, да, я признаю, что надо было все-таки пойти. Многие жители Гагаузии поняли это как, опять же, трение между исполкомом и народным собранием. Нет, не согласен. А премаристского корпуса? То есть, если организовала исполком какой-то праздник или мероприятие, то исполком присутствует в своем большинстве народное собрание игнорировано? Ну, это мероприятие я не организовывал исполком, это мероприятие я организовывал в целом руководство Гагаузии, потому что доклад делал, доклад в том числе был и зам предзвали народного собрания говорить, то, что там не было в том числе населения. Ну, там не было, там не было большинства депутатов и спикеров не было. То есть, не было в том числе, ну, заострять внимание только на то, что не было депутатов, но там не было и само, даже зал не был полностью приглашенными, даже просто люди, жители Гагаузии. То есть, здесь в целом недоработка руководящих органов Гагаузии, но не только народного собрания. В том числе, где-то через СМИ, в том числе, слабо сработали. Это было мнение Анатолия Топал, который представляет интересы избирателей пятого округа. На этом наша программа закончилась. Всего хорошего. Впереди у нас 2013 год. Ждите нас в эфире в 2013 году. С новыми пожеланиями к вам, телевидение Аиночек. Продолжение следует...